Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать в новый агрессивный выпуск. Комиссия по ценным бумагам и биржам США только что полностью переписала правила игры. Эта информация появилась у них на сайте всего несколько дней назад. Джереми Хоган – это юрист, который освещает дело Рипл и Сек уже достаточно долго. Он отметил, что заявление от действующей главы комиссии Элисон Херен, касающейся возможных предложений по урегулированию судебных разбирательств, полностью меняет правила. Причем как раз таки из-за Рипл. Самое важное, что мы должны понять по поводу этого судебного разбирательства и изменений его правил, это то, что депозитные запасы Рипл, так называемые escrow, составляющие около половины всего существующего предложения XRP, это главная цель нового удара комиссии. Рипл пытается добиться этого урегулирования, что позволило бы ему в соответствии с предыдущим законодательством, еще до этих изменений продолжать продавать XRP, для того, чтобы разрабатывать свою экосистему. Простыми словами, финансировать свое развитие. Но в текущий момент, из-за полного изменения правил прямо по ходу данного конкретного дела, если выиграет Сек, Рипл не сможет продавать XRP для дальнейшего развития экосистемы. Вот в чем суть. И я не думаю, что это просто совпадение. Я думаю, все это сделано специально. Это значит, что самый негативный сценарий стал еще хуже. Однако, хочу заметить, что судебное дело Сек является крупным прикрытием того, что на самом деле происходит. В любой стране мира XRP является ценной бумагой, и только лишь в Соединенных Штатах единственный регулятор присосался к нему, как комар. Я знаю, что делает Сек. Они просто размахивают своим достоинством. Вот что. Это совершенно очевидно. Они хотят иметь юрисдикцию над всем криптопространством. Так что они просто прицепились к крупному игроку. Они создают правила на ходу. Мы это видим прямо сейчас. Они пытаются жестко обходиться с Риплом, и в то же время очень неспешно действуют в отношении Робин Гуда, который полностью положил Уолл-стрит на лопатки совсем недавно. Сек закрывает глаза на эти крупные рыночные манипуляции, что уничтожает розничных инвесторов. Что это за избирательный двойной подход? На самом деле это и есть суть игры. Правила, которые они создают, они создают для себя. А о нас они вытирают ноги каждый раз. Но есть в этом еще кое-что, на что ты должен обратить внимание. XRP вернулся в район 60 центов, на тот же уровень, в момент которого Риплу был предъявлен судебный иск. Это говорит нам о продолжающемся отдалении компании Рипл и XRP как цифрового актива. Люди наконец-то начинают понимать, что это не одно и то же. Что же это значит для нашего будущего? Думаю, что это будет ухабистая дорога, однако следует разъяснить и разъяснить очень четко. Мы, как инвесторы XRP, ничего не потеряем. Но вот кто может потерять очень сильно и много, это сама компания Рипл. В этой судебной суматохе компания Рипл должна в какой-то форме отказаться от полного контроля, продаж или чего-то еще, связанного с их депозитными счетами. Возможно, придется подарить их МВФ. Также есть возможность того, что само Министерство финансов США станет надзорным органом за депозитными счетами Рипл. И это даже более вероятно, учитывая, что бывший советник Рипл, Майкл Барр, возможно, будет назначен в офис валютного контролера США. Короче говоря, атака на депозитные счета Рипл началась вместе с изменениями правил от комиссии SEC. Сделаем небольшой итог. Если в Штатах продолжится такая открытая агрессия в сторону Рипла, то компания просто переедет в Японию, Сингапур, Великобританию, Дубай, в любую другую страну, юрисдикция которой будет позитивно настроена по отношению к Риплу. В принципе, это даже не важно. Важны лишь XRP. И если США достаточно глупы, чтобы отпустить такую компанию, как Рипл, во время разгара 4-й индустриальной революции, то это будет только лишь хуже для США. А SEC должно быть стыдно за свои действия не просто перед инвесторами, но перед собственной страной. Непатриотично, господа, непатриотично. Ваши действия похожи на саботаж, причем в пользу Китайской Народной Республики, с которой у Америки и так отношения натянутые. Но теперь давай подумаем о позитивных сторонах возникшей ситуации. И да, они есть. Куда будут обращаться учреждения за XRP, если они не смогут получить их напрямую от Рипл? Если они не смогут получить их даже через внебиржевую торговлю? Конечно же, им придется получать XRP через общественные биржи. Видите, к чему я веду? Как вы думаете, как это отразится на цене XRP? Предложение рекордно уменьшится. Даже при остающемся спросе, цена просто обязана взлетать из элементарных правил экономики. Я думаю, что наиболее эффективный сценарий просто продолжать держать XRP и наблюдать за развитием истории. Если при этом ты еще и умудрился вернуть свои вложения, то ожидание развития событий будет максимально безопасным и комфортным. На самом деле, очень интересно. Как только мы думаем, что путь свободен, на дороге появляется еще одно препятствие. А после того, как мы разбираемся в том, чем это препятствие является, оказывается, что это даже преимущество. Меня не очень волнует, что будет с компанией Рипл. Она все равно будет успешной в Штатах или нет. Но вот судьба XRP уже предопределена. По моему мнению, XRP – это глобальный мостовой актив с ликвидностью по требованию, который призван помочь во время кризиса ликвидности, финансового кризиса, и способен при этом соединить цифровые валюты центральных банков. Я не могу представить себе будущее, цифровое будущее, где каждая страна имеет цифровую валюту без какого-то мостового актива, который объединит все эти валюты в одну единую паутину. Паутину, в которой деньги будут отправляться так же быстро, дешево и эффективно, как сейчас это происходит с сообщениями в мессенджерах. Помните, как Кристин Лагард заявляла, что момент истины цифрового евро наступит уже в апреле? Возможно, это прошло мимо внимания многих, но я довольно подробно изучил этот момент. Они говорили о подобных вещах еще несколько лет назад, а затем откуда ни возьмись, приходит какой-то якобы случайный кризис, якобы непредсказуемая пандемия, какой-то ускоритель, катализатор. И они магическим способом вытаскивают из шляпы цифровой евро, цифровую валюту Центрального банка. Я точно знаю, они готовили это давно. В то же время у нас есть важные новости о том, что Deutsche Bank, 21-й банк в списке самых крупных банков мира, присоединился к растущему перечню крупных финансовых учреждений, которые изучают хранение криптовалюты. Deutsche Bank по-тихому и без объявлений начинает предлагать своим клиентам хранение криптовалюты. Почему же об этом стало известно? Этот план Deutsche Bank был обнаружен в отчетах Всемирного экономического форума. Если вам нужны все ответы на вопросы касательно этого, ищите их в этом отчете Всемирного экономического форума. XRP, кстати говоря, очень часто здесь упоминается. Поэтому есть причины, чтобы наконец перестать быть скептиком. Я оставлю этот документ у себя в Телеграме, ссылка будет в описании. Как мы знаем, хранение криптовалюты было самым большим препятствием на пути ее принятия. Теперь же оно почти у наших дверей. Посмотрим, что будет дальше. На этом все. Меня зовут Богатейший Дин. Не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. А также подписывайся на канал, Телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Вы не понимаете банковскую концепцию. Все банки разваливаются. Сантендер, Дойче Банк, Королевский Банк Шотландии. Все они разваливаются. Почему же это происходит? Потому что мы имеем то, что называется частичное банковское резервирование. А значит, банки могут давать в долг деньги, которые они в действительности не имеют. Это уголовный скандал, который происходит уже слишком долго. Большинство проблем начинается в политике и центральных банках, которые являются частью этой политической системы. У нас есть контрафакция, ту, что вы иногда называете количественным смягчением, но в то же время скрываете это под другими именами. Это искусственное печатание денег, за которое вы посадите любого обычного человека на очень длительный срок. Тем не менее, правительство и центральные банки совершают это преступление постоянно. Это центральные банки. Центральные банки, комиссары, манипулируют процентными ставками. Когда банки разваливаются из-за собственной некомпетентности и хитрости, налогоплательщик, по сути, оплачивает это. Это узаконенное грабительство налогоплательщика. И пока мы не отправим всех этих банкиров, центральных банкиров и политиков в тюрьму, это будет продолжаться. Продолжение следует...